приветствую уважаемый водомоторники и же с ними сочувствуйте итак я на выставке шоу 2024 благодаря андрею с youtube канала люди и лодки получил бейджик сэкономил как говорится на билете и сейчас мы дойдем до него в первую очередь и посмотрим а его новом стартапе он приобрел 10 рибов отличные компоновки отличной размерности и будет сдавать их в аренду а в какой форме это будет происходить мы сейчас узнаем у него самого лично он нам все это расскажет все это пойдемте итак друзья вот собственно цель нашего визита вот этот легендарный риб который засветился уже на просторах ютуба и этот легендарный легендарный андрей казанский люди и лодки андрей с огромных катеров 40-футовых на такую лодку это наш человек все расскажи пожалуйста о своем можно сказать стартапе для нашего бизнеса да а я вот тебе знаешь скажу ты верно подметил с больших размеров маленький я очень долго шел от маленького к большому в какой-то момент когда я понял что я управляю уже домом на воде я забыл что такое ощущение вот этих эмоций драйв когда ты до кончиков пальцев чувствуешь что рвал когда несешь по волне и ветра паривая шпарю знаешь вот ощущение на каком мотоцикле едешь это вот такое первородное яхтенное лодочное мотор моторчиком моторное возвращение к истокам я в прошлом году себе его построил пробежал 1700 километров из москвы самара и понял что я должен поделиться этим ощущением этим удовольствием со всеми поэтому в этом году я построил себе 10 таких лодок и буду сейчас их формате шеринга предоставлять вам на пироговском для снизу наш подмосковный вот это интересно да поподробнее собственно часовая аренда если есть удостоверение капитана гимс приходишь встаешь за штурвал перетишь изучать пироговку грязь моих шоу пестово и прочие локации либо корпоративные игры ну знаешь обычно это бывают офисные команды кто-то бегает в обреченной местности у кого-то яхтенная регата спортзал пинг-коп а тут вот будет морской бой или сармиться то есть 10 лодок с капитанами будут уже под твой офис под корпоративный дух делать какие-то задачи решать да слушай ну можно посмотрите лодку я так вот видео смотрел конечно классная размерность просто я вот я всегда радею ребят за рибы рим по это моя после пвх резиновая это моя первая лодка 360 был рим конечно я сразу влюбился в этот формат но у меня сейчас немножко побольше лодка но тем не менее это сразу дает преимущество легкости экономичности и безопасности вот не надо кранцы чтобы швартоваться к любому берегу да плавучий кранец да не надо много топлива потому что она по сравнению с полностью пластиковой лодкой такого же размера она легче в два раза практически да вот и безопасность потому что вы знаете что она в принципе не потопляем и но если конечно вы с дуру и не порежете ее там ножами все пять баллонов или сколько она и дом не положить на плавучесть остается это рипы и чего производства римская форзамарин санкт-петербурге я собственно в прошлом году долго выбирал кто мне построить рип вот соотношение цены и качества люди но у тебя и заказ был прилично это внизу я изначально один заказывал себе да я не смог купить готовый понял что нужно построить и не потому что тут тоже там найти просто ну реально в начале сезона их нет наличие согласен его не в максимальной комплектации которые мне не нужны я не рыбак и там не нужны и холод и карт-плотеры то есть в телефоне поэтому я себе его построил рип навигатор форзамарин мне же опять же они в итоге дали официальное дилерство интересно ссылочки я оставлю в описании к видео ребят смотрите компоновка просто но классная я тут честно говоря думал что здесь консоль прямо к заднему а тут получается еще один ряд получается здесь комфортно могут сидеть 246 человек грубо говоря но я скажу я спал в путешествии у меня ночевка была вот я сюда у тебя такой был пробег то нехилый валик валик и все спальный мешок я убил при росте метр восемьдесят ребята смотреть какая-то грамотная не видел никогда у меня еще здесь большой пластиковый кофр в котором есть мурдяк помещается и канистра еще и да у меня основной бак 50 литров здесь еще 60 а он впереди получается вот а вот здесь открывающийся да и в итоге у меня для разрисовки это грамотно до меня дальность хода получилось 300 километров скажи пожалуйста но не по теме до стартапа но тем не менее как повел себя китаец никаких вопросов да я скажу что у меня на обходке первые два часа на скорости первые 22 часа полетел датчик холстого входа мне его поменяли тут же по гарантии что ты понимал я не это китайский мотор который делает бренд волжанка они запустили под себя свою линейку и они имеют все обязательства перед клиентами ну передо мной в частном володя нашим да и у нас сервисный центр в москве например катис .ру тоже да я все за первые два часа пробега поменял его и вот в итоге у меня маршрут москва самар это 1700 километров и 70 часов второе то вернее первое я сделал в ярославле на 10 часах все и дальше я весь сезон катался у меня и финский залив и ладоги они уже но это тест-драйв конкретный был для этого мотора можно сказать и в хост и в гриву 70 моточасов для одного сезона мотора вопроса больше не воник ребят посмотрим лодку хорошая килеватность немножко срезан кили сзади такая это получает гидролыжи да но она небольшая она небольшая я думаю на волне там хорошо себя ведет наверно учитывая что он легкий и телеватность равно такая ну приличная на трансе выручали серии с амортизацией я как бы не поскольку это надо да это надо сиденье под полтинник вышел смейте вот она ребят я вам сейчас покажу конечно если вы предполагаете использование лодки в каких-то условиях больших водохранилищ то есть рыбинка онега ладожская там где волна всегда присутствует в любом и даже ветер небольшой уже волна конечно такие сиденья вам спасут здоровье и вообще позвоночник самый главный спасибо еще раз о так сказать новинки 10 лодок будет уже готовы они должны сейчас у меня вот уже проходят об регистрации будут стоять и все соответственно вот в такой они примерно комплектации все необходимое на борту есть вот такой же классный штурвал который чаще всего не бывает на либо такие же сиденья собственно стационарный бак 50 литров в дальность ухода он тебе позволит ну для либо это вообще это на 45 часов на нем как бы можно гонять и все от одного часа вот 3000 рублей за час и погнали да вот интересным по цене я хотел ты сам озвучил вот при сушке друзья ну что я могу сказать в условиях современной россии когда затруднен выезд на курорты мира но мы все знаем да какие события как бы происходит то что такое про появляется возможность покататься и это сказать получить удовольствие от водной прогулки в московском регионе это я считаю просто супер на что но на самом деле я даже не не искали не могу подумать вспомнить кто предоставляет такие услуги я знаю по моему пенишеты фирма одна предоставляет пенишет пенишет это уже такая серьезная тема у них по моему кстати 3 было пенишета один по моему затонул два года назад было три да на самом деле фирма молодцы я ее знаю давно ну как по рекламе значит еще интересно не только тем кто живет в москве и подмосковье вот ну мы даут подыматоре но нам интересно ты живешь в самаре ты ничего не знаешь что подмосковье они огромные клубы рестораны там круизные лайнеры в дымке теряется есть подводная лодка даже стоит можно посетить и живешь в петербурге в мурманске в самаре неважно где ты приезжаешь берешь себе лодочку на два-три часа и для тебя ну согласен ну да ты же соответственно свою лодку да ты в одномоторник ты из самары из казани не привезешь свою лодку да ты приехал в гости к друзьям а тебя распирает у тебя капитанская ксива есть да тебя распирает ребята там я вам покажу а где лодка твоя а вот лодка моя взял в аренду вот друзья ну супер что пожелаем нововведению такого новому делу андрею как говорится всех благ попутного ветра да чтобы локации ты не определился как я понимаю прямо будет все новости на моем youtube канале люди и лодки будут понятны локации сезона друзья следите за новостями и на канале личный паритет и на канале люди и лодки ссылка будет в описании к видео все на андрея пожалуйста переходите подписывайтесь это дело хорошее это дело интересное и надо как можно большему количеству людей об этом узнать все друзья спасибо да да видите как получилось такое коротенькое включение затравочка а всю остальную экспозицию я уже пробежался так глазами особо здесь для водномоторников интересного мало но тем не менее я должен показать все отсмотрите уже через день через два выйдет дальнейшее видео про выставку все всем пока а не вас ли я в стамбуле видел других репортаж все друзья на этом я с вами прощаюсь всем пока подписывайтесь на канал и смотрите следите за новыми выпусками ребят скоро сезон задавайте вопросы пишите звоните есть моторы есть лодки подготовимся к одномоторному сезону на 100 процентов